ну вот я что хотел сказать что так получилось что я тоже с юности начал заниматься практиками ну начинал я вы наверно такого знаете роман роман конечно знаю знаю да и у него брат тоже был у него брата я с романом сейчас она в днх на выставке он там показывал свои вещи на в днх но это было очень много лет назад и он мне сказал интересную вещь и ты когда говорит разговариваешь с официальными людьми но типа но сейчас называется чиновники но тогда это были там представители но как бы администрации какой-то там бота начальники отделов каких-то там или еще чуть ты говори всегда непонятно потому что чем непонятнее ты говоришь на них это горчилле и действует но такой интересы был уже колоссальный но ему много молодых приходили потому что он там с помощью каких-то лазерных воздействий предлагал делать тоже из человека супермена там воздействием на . алта тренинг вначале был а потом там и нюшин никто у нас был такой он и есть час и он уже там с лазером ну вот я еще пацан был они издали первую книгу самовнушение его влияние на организм человека с братом романа тоже переписывался бы дружили ночью короче это такая история интересная занимает на романе известнейший был тогда в советском союзе исследователь да много у него было интересных вещей я мне очень приятно что вы напомнили мне романа ну вот я книжку его мне принесли в типографии вот с этого у меня началась работаем я еще пацан был но как бы такой вундеркинд немножко я занялся первой группы там сделал всякие эффекты аномальные у него это было крайне интересно тогда вообще эта тема запретная почти было и она была очень интересна ну вот так оно как бы пошло развитие я извиняюсь вот тут у меня пропало изображение куда мне надо нажать чтобы я вас опять увидел потому что я не совсем понимаю я вижу отлично со случайно куда-то нажал я не очень с этой техникой дружу потому что попробуйте вы меня слышите да хорошо я хорошо слышу очень хорошо слышу несмотря на то что вы так далеко вы говорите что вы к в камбодже находитесь вроде бы тепло да есть не просто тепло здесь вечное лето я сколько не набрал лето у нас там у нас же как лето месяц настоящая так то слякоть тату слякость вот здесь я можно считать лет 20 себе добрал лето хорошего но на самом деле здесь работать просто удобнее не надо резины а вы до этого где жили я в казахстане жил там тоже тепло поэтому вам это видимо родственно такая вот климатическая обстановка да конечно я пожил и в москве и в других местах но в казахстане честно говоря не так тепло в алмате я в барнаул летал было время целый год на выходные летал в барнаул вот я туда прилетал там жара минус 300 там жарко там сухой мороз распахивал эту шубу а в алмате в это время минус 12 ну смотрите собственно вот эта прелюдия про ромена и про то что с тех времен как бы началась эта работа она важна может быть в одном смысле что это вот длительная предыстория то есть всему этому существует я везде выступал как техна я вообще изобретатель электронщик физик но я ушел правда спецфака по идейным соображениям но тем не менее я физик всю жизнь и занимаюсь как физик и получилось что вот первая моя работа у того же романа было это создание приборной связи прибор приборных основ для приборов там измерительных узлов для того чтобы измерять биополе так называемых было концепция что есть какое-то биополе экстрасенсы вот как их мере да идеи были там связаны с вращением плоскости поляризации кстати очень продуктивные потом мой друг царством и небесно грушко володя физик такой профессиональный он сделал на развил эту идею с этим прибором и сделано его основе очень уникальный прибор в частности на станции мир испытывали этот прибор и обнаружили что из центра галактики нашей поступает постоянно некая назовем так излучение x которая закручивает молекулы в левую сторону и предположение что живая материя формируется этим излучением на земле вот так вот до таких вот вещей но это было много все позже тот период он просто подвел вот ко многим этим темам ну я начал дифферамбов вам что на самом деле я уже тогда значит восторгался прямо скажу вашими методиками но я их понимаю совсем по-другому я думаю вам будет интересно услышать как понимают эти методики ваши физики вроде меня конечно интересно конечно и не только мне все наши школы чек будущего хомо футуру всем участникам будет интересно во-первых позвольте я скажу такую вещь свое время когда изучали биополе когда джуну перевезли из грузии значит в москву председатель госплана по моему байбаков его перевез и хотели представить брежнева но там врачи боялись брежнева допускать кого-либо но ему так это но такая легенда может быть правда может быть нет я знаком джонной был но я никогда ее не спрашивал об этом его значит и брежневу тогда сказали типа но она же бой за стенкой сидеть и оттуда посылать и биополе тогда это было так модно потом развивалась что она же не будет прикасаться там или еще что-то воздействовать но пусть пробует там типа типа там за стенкой кто-то там и якобы было это что-то там такое дело в том что в то время создали при институте радиоэлектроники под эгидой академика гуляева по моему академика лабораторию на солянке по моему в москве лаборатория и там в этой лаборатории супер техника там были тепловизоры там годик такой эдуард иммануилович директор лаборатории они исследовали джона и всех людей которые якобы на владели биополе якобы и они значит там мне пришлось там тоже показывать методику для некоторых людей и вот там получилось что в конце концов они выпустили это же при академии наук было при институте радиоэлектроники это лаборатория и годик выпустил потом бюллетень академии науку под номером каким-то официальный бюллетень что они исследовали что они определили что на самом деле например на организм человека его руки там излучают некоторые поля излучают ну например во рту идет за счет микробной жизни свечение свечения кровь светится но имеется ввиду что при фотоумножителях то есть не в таком смысле что человек открывает рот у него свет идет а в том смысле что на микронном диапазоне каком-то при фотоумножении можно заметить свечение как и крови что человек излучает вибрации например на уровне частот там низких каких-то там частот высоких ультразвук ну какие-то там инфразвук еще но не мощные не мощные не такие чтобы можно было передавать на луну или соседу в соседней комнате такие вокруг него и они написали в этом бюллетене академии наук заключение этих исследований иных каких-либо биополей кроме как известных физических которые они там обнаружили не нашли не нашли но при этом лев колодные журналисты из комсомольской правды он написал статью такую большую комсомольской правде фотографии жены и между ее руками такое свечение где он написал исходя из бюллетеня академии наук по исследованиям номер таким-то установили что биополе есть ну прямо противоположная я и весь народ тогда нос комсомольская правда была но она входила в любой дом это столько сот миллионов людей прочитали что биополе есть я когда льва спрашивала зачем ты это сделал он ведь ну чтобы ученые руки не опускали а продолжали исследовать ну вот за счет таких мифов создается вот много чего неправильного многих людей ввели в заблуждение я как раз доказывала что никакого для поля нету потому что это есть психологический феномен потому что я могу это демонстрировать якобы биополе просто вот его так руками водить и то есть просто это вроде чувствует по ним прямо поглаживание происходит даже на расстоянии сейчас эту тему как раз я и хотел поднять и обсудить что касается биополе ну я не буду излагать у меня много статей понятно что за эти десятилетия за 40 там с лишним лет я человек скажем так творчески достаточно ну в моем возрасте уже можно подводить какие-то итоги и естественно много что было проверено изобретено и так далее но это совершенно отдельная тема вот что касается физики мы о физике чуть позже поговорим я думаю если будет интересно насчет жены кстати тоже мир тесен я правда восемь седьмом году с ней познакомился я точнее познакомился с теми людьми которые нашли в грузии и так далее но и с ней но у нас не очень долгое было знакомство у нас просто много общих друзей но не в этом дело как бы здесь вот мы давайте исходить из совсем другого вот что я хотел бы сказать сейчас по поводу вашей вашего подхода действительно то что вы сейчас сказали что все эти биополя и так далее это вторично если они даже есть а это вторично а знаете что первично посмотрите есть такой простой опыт широко известный завязывают глаза испытуемому разогревают при нем там монету на спиртовке играть ну для для науки надо пострадать мы сейчас тебе приложим эту монету значит и ты потерпи и мы посмотрим какой будет результат и естественно ждет напряженный человек ему прикладывают обычный холодный пятак но у него тут же возникает ожог некров ткани да и вот я зачем этот пример привожу что на самом деле если у человека есть установка вера просто установка то его вот этого состояния его внушение до его веры он уверовал что сейчас что-то будет и достаточно для того чтобы задумайтесь ткань преобразовалась в некротическую разрушилась буквально смысле за доли секунды кстати точно так же но они гораздо реже потому что позитивно настроенных людей мало вы такой человек а вообще их мало и школ таких мало да и известные обратные эффекты когда какие-то болезни том числе и онкологии или неизлечимые вот так же как в пятак если человек повезет возникает за счет того что я вот хочу следующий ролик сделать рассказать людям правду которые людям неизвестно силу знания дать чтобы они поняли откуда берется страх и откуда берется психосоматика за счет очень хороших явлений работы мозга самопроверки постоянного самосканирование как я себя чувствую как я должен себя чувствовать после какого-то воздействия как я себя чувствую постоянной самопроверки что в условиях нервного напряжения очень высокого это сканирование можно сказать условно говоря колесо проверки крутится настолько быстро я хочу сказать потом как из этого рождается потеря точки опоры и почему у людей бывает психосоматика и как от нее избавляться и почему возникли психологи и как можно самому человеку собой регулировать все это компенсировать и обходиться без посторонней внешней помощи о чем мечтал автора вот это инга уже шульц писал что мечтаю создать систему чтоб человек мог управлять своей собой сам без всякой помощи и зависимость от гипнотизера то есть я это расскажу в следующем ролике это будет вам интересно потому что там есть новое знание которого никогда раньше я нигде не читал ни в какой литературе ни в каких статьях и так далее научных нигде не читал я хочу это выдать сюда и вот про эти про это воздействие получается что достаточно человеку в любом не тренированному не какому-то там йогу до поверить и и появляется чудо так вот когда я увидел ваши сеансы уже когда появились эти ролики я не помню это было очень давно еще в конце 80 еще до ютуба я увидел на видеомагнитофонах я помню вы знаете что я сказал что это вот я посмотрела вас это еще один дефрагмент вот гений гений установки вы знаете в чем ваша самая сильная позиция может быть вы не согласитесь это моя точка зрения вы на самом деле мастер веры управление верой вы мастер управления верой как все происходит вот я просто видел этот сеанс когда я посмотрел а у меня уже опыт богатый был до по установкам по внушению как это происходит происходило так я не помню вы может помнить эту запись детально не помню стоит доска с гвоздями люди вокруг вас и вы им говорите что это доска до любой то какие проблемы берешь стал и прошел вы говорите с такой уверенностью да там же давление совсем нет и они стали пошли потому что вы горите площадь распределяется таким образом равномерно что на квадратный миллиметр мало получается воздействие человек не чувствует боль это чисто физическая вещь и вы вот будучи как бы уверены в этом в этом легко передаете передавали вот эту веру вы на самом деле мастер управления верой знаете точно такую же такая же передача веры происходило у тех которые проходили курсы в москве по применению эффекта фоли а потом каких-то бадов они когда внедряли в массы так сказать эти бады или фоли а там или еще чего-то с такой же веры они делали они тоже передавали людям да вот мы коснулись сейчас очень важных вещей но во первых я вам заявляю ответственно именно просто богатый опыт что вы бы с такой же легкостью сказали идите по огню они бы пошли ну скажу там такого паровая подушка это не соответствует истине понимаете я как физику на полу грамм бегают потому что я там что-то внушаю в болгарии дети по праздникам бегали не за никакой йоги это распределить во первых там есть фокус а во вторых это о чем вы говорите когда это сочетается получается взрывной эффект зрелища надо угольки расположить таким образом распределить и так чтобы человек когда по ним ходил равномерно не наступал на отдельное стекло если она острая или на отдельный уголек пятку не прожечь а вот так проходил тогда он просто проходит и не жжется но это фокус и это вот многим людям голову этим заморочить так вот смотрите что получается с одной стороны тут вот я хочу этот водораздел сейчас главное может быть что с одной стороны получается что человек если он во что-то уверовал он может творить чудо мы не знаем этих пределов я могу утверждать что 90 процентов всех практик это не из-за того что люди долго тренируются а для из-за того что они через эту тренировку уверуют в том что это может быть мастер который не вместо долгих тренировок ах раз-два и я вижу как вы этих людей 1 2 и все и он йог и он все сразу сделал вот еще и вот почему потому что 30 процентов людей потенциальный сам нам было им например скажешь спать и он раз и спит он гипноз уходит сразу так эти потенциальные сам нам было например джек николсон стал великим актером за счет того что если вас не ходил он же тоже был сам нам был и поэтому так легко преображался в эти роли он так играл его вся планета джек николсон за счет именно сам нам улического отношения многие люди стигмы которые вот 2 1 5 я христа у многих верующих стигмы появляются кровотечение здесь и там я хочу тоже 100 спит таком этим к лучшему непроизвольного да и вот к чему это веду что мне кажется почему то что вот этот ваш талант умение управления верой ну и вообще как бы генерации что ве по вере все свершается вера в этом смысле для человека пока не разбираясь там механизмах это потому что если мы сейчас начнем эту тему это будет серьезно знание тоже имеет важное значение я и хочу ролик следующий сделать с этим потому что там будет знание плюс то о чем вы говорите установка почему это важно потому что человек может знать человек может знать но он пропускает это знание мимо себя пока этого с этим живым образом не столкнется пока он не поверит не сделает он это знание себе может не открыть а есть люди которые действительно массе философии он знания получил и может этим воспользоваться вот знание и вера поэтому если две картины мира научная картина мира и религиозная картина мира есть картина где методики построены на вере а если где на знание построены вот ключ метод ключ это как раз таки подбор действий которые синхронность текущим состоянием самого человека который это делает зная этот механизм он может подобрать но чтобы он начал подбирать надо ему поверить в это что это работает чтобы вот тут отступает силу то что вы говорите да знание это метод как последовательно применять веру самом деле вот поэтому без знания вера она одномерно она как правило только на один акт какой-то годится но не годится для развертывания серьезных дел и программ как я сейчас у нас много же людей вот мы переходим к теме моей деятельности вас много людей сейчас гадать и соберемся войдем в резонанс и скажем мир добро и все изменится вот я этим людям говорю даже если вы уверуете что это произойдет но когда вы скажете слово мир то каждый видит своего человека невозможно никакими молитвами воздействовать ни на луну не на соседа без деяния без добрых дел вот именно здесь и люди сайте сойдутся поверят в образ будущего совместными усилиями действиями положительными делами начнут его создавать тогда они создадут а так просто сайли сидеть как все те молиться и что мир станет лучше это никому не помогло никогда это же делают веками а мы что-то не видим чтобы он слишком улучшился так вот потому что надо знание получается так как я говорю в этих случаях хоровое пение это хорошо но вы им космический корабль не постройки или даже просто корабль не постройки чтобы построить корабль к этому вдохновению к этому пению к этому созвучию нужно добавить знание то понимание а знание рождается через творчество к этому все надо добавить тех кто изобретет колесо парус и кто творит и вот эту цепочку построить Когда люди, вдохновляясь, имеют канал, откуда у них приходит информация, а она приходит к тем, у которой есть знания, потому что если ты не знаешь, ты как та собака. Я вижу, вот я видел, у меня были такие люди, которые видят, они видят будущее, видят, я без шуток при чем говорю, видят нечто, что будет сотворено. Он говорит, или там прибор, у меня много таких всяких изобретений, он говорит, я вижу, но я не могу тебе описать. Почему? Потому что он ничего не понимает в технике, он не может описать. И вот получается, что без знания видение ничего не дает, а и вера ничего не дает без знания, потому что тогда эта вера на один акт. Питак приложил или обжег, или не обжег, а извините, а если ты строишь что-то, да, а если ты строишь что-то в социуме, у нас же сейчас проблема-то, все мы что видим, человечество развивалось от обезьяны через какие-то племена и так далее, а сейчас у нас племена переростки. Мы все еще живем по принципу племени, наше племя Батуала, вот этот национальный инстинкт, да, ну вот эти все государства, государство это что, это такая же вот иерархия, уже выросшая там до не знаю каких величин. А мир уже изменился, и мы изменились, мы уже не с дубиной, но с дубиной можно было бороться за жизненное пространство с соседями, а с ядерными бомбами и прочее. Это цивилизация уже, где вот эти вот родоплеменные эффекты переростки, и они поставили реально на грань самоуничтожения человечества. А еще одна проблема, это что и сам принцип организации социума, он по той же схеме идет, ведь в чем проблема, да, вот я много лет занимаюсь социальной синергией, и вообще вот этими проблемами, ну уже, так сказать, чисто как разработчик, как специалист-системщик, скажем так. И в чем проблема, почему не удается с людьми на этот счет толком поговорить, потому что даже самый умный и прозорливый, он все равно понимает мир иерархический. Он понимает как мир, он понимает иерархический, это значит, он понимает так, что будет какой-то умный, ну ладно, самые лучшие мирократия, они говорят, нет, мы соберем самых умных, ну хорошо, старейшин там, но это будут самые умные. И вот они должны распространить свое умное решение на всех остальных, только пирамидальные. Я говорю, ну они же умны только в текущем моменте, они просто, это как сказать, мы все делаем в меру текущего невежества. И потом это невежество консервируется. Посмотрите, сколько раз умные собирались, и мы чего-то такого сильно умного ничего не видим в результате. Почему? Потому что иерархическая система, она требует ограниченности от других. Вот мы иерархи, а у нас есть люди, которые должны нашу гениальную программу иерархическую, потому что она на тот момент, кстати, гениальная, там, изм какой-нибудь очередной, изм там или кратия очередная, вот они должны это внедрить. Но чтобы они внедряли, они же должны выполнять приказы. Если они начнут каждый творить, что ему заблагорассудится, то будет полный, извините, хаос и ничего не будет. Тогда мы начинаем создавать бюрократию и дисциплину. Как говорится, кто не хочет жить счастливо по-нашему, а мы, кстати, как советские граждане и прожившие большую часть жизни в Советском Союзе, мы хорошо знаем, как это происходит. Кто не хочет жить правильно, те в каталажку и так далее. И получается, что, казалось бы, хотели как лучше, а получилось как всегда. А все почему? Потому что это все еще проекция вот этой вот стаи, где сидит на самой ветке, на высокой. Да, альфа, альфа сидит, да. Альфа, поднимут эти и так далее. Да, это переросток уже, да, это уже до абсурда дошедшее. Но когда мы смотрим на... Саморегуляцию, как в организме, с мозгом, с человеком. Да, да, да. Как сделать? Это очень интересно. Давайте предложение. Это очень интересно. Давайте. И вот как раз очевидно сейчас стало нам... Кстати, оно очевидно как? Даже если бы я когда-то, в какие-то годы, там, ну, 30 лет назад, я эти вещи, ну, еще, может, не в такой мере, как сейчас, понимая, я их как формулировал? Я говорил, вот смотрите, есть такая реакция самоорганизации, допустим, Жаботинского-Белоусова. Раствор, который сам организуется, какие-то процессы. Я говорил, ребят, мы знаем массу процессов, когда клетки, вот клетки в нас и в червейке одни и те же, да, но когда они, объединившись, рождают новое качество, которого нет ни в одной клетке. Там нет клетки с мозгами главного, главного, да, это такая амеба, но у нее мозги, да, и вот она главная. И все остальные по ее научению делают. Нет, это как раз клетки, да, они специализируются, но они работают за счет общности. То есть, так называемый организменный принцип. Он и называется синергия. Синергия – это когда объединяются какие-то части. Я очень люблю синергию, я даже с Пригожиным, с академиком пытался созваниваться, меня с ним пытался знакомить философ, очень такой. Оршиев, Оршинов, Оршинов, Владимир Иванович Оршинов, заводелом института философии, академии нового, который меня знакомил в свое время с директором института философии, академиком степельным. Ну, он даже звонили мы в Америку в свое время, это было в конце 90-х, по-моему, в Пригожину, который как раз и ки лауреат Нобелевской премии, он же занимался этой синергией, да? Да, да, самоорганизация, принципиально. Да, самоорганизация, это потрясающе интересно то, что вы говорите. Ну, только я сразу скажу, что, конечно, Пригожин, а у нас еще была школа Пушкина, Пригожин исходил из-за бифуркации пространственных аттракторов, так скажем. Ряда хаос там, да. А Пушкин, это наша школа, профессор Пушкин, они исходили из философии и резонансов, из принципов резонансов. Ну, это две, так сказать, взаимопроникающие темы. Ну, еще был… А я хочу сказать, как раз-таки на теории порядок хаоса и резонанса. Когда человек подбирается, и путь принцип подбора, путем перебора действия с синхронным всего состоянием, у него происходит как раз-таки эффект резонанса. И при этом происходит упорядочение, то есть, если он был в хаотичном состоянии, большого напряжения, стресса, у него возникает внутренняя гармония. Вот это все как раз-таки выросло. И вот единый принцип. Но, заметьте, прошло совсем немного времени, и я что-то практически не встречаю работ по самоорганизации. Вот эти, скажем, корифеи ушли, Моисеев, Пригожин, и там целая школа. Вот Пушкин, ну, никого как бы кто… И все. Ну, Казначеев немножко касался, да, но он чуть-чуть в своей специфике, но… И все, и я что-то не очень вижу. Но за то, что мы видим. Вот сегодня как раз, если те годы, это с трудом удавалось как-то объяснить людям, понимали только там физики какие-то, или там вот те, кто занимался проблемами самоорганизации, да, антиэнтропии, негэнтропии, то сейчас ведь примеры-то вот они на виду. Мне, кстати, поражает. Вот они люди прям смотрят в упор на это. Ты пытаешься им это же объяснить. Нет, надо опять, надо власть захватить, или там, неважно, построить новую вот иерархию, и там все будет правильно. А ты им говоришь, ну, смотрите, вот интернет. У нас же в интернете не заставляют, контент делают люди. Вот отдельный человек, элемент этой системы. Не где-то сидит дядя Вася. Да, конечно, это там вырождается, кто-то пытается манипулировать. Ну, мы как бы можем понимать, что неминуемо будут такие вот поползновения и тенденции. Но объективно ведь мы контент генерируем, мы люди генерируют это пространство информационное, да. И дай там правильные алгоритмы, они бы его и упорядочивали, усовершенствовали, да. А этих алгоритмов нет, этих механизмов нет. И пока их нет, мы просто там общаемся. Это место, где мы просто, но там уже мы проводим, ведь задумайтесь, половину своей жизни теперь, да. Это вообще тоже, надо же понимать, насколько мир трансформируется вот в эту информационную целостность. Целостность в чем? Когда-то мир был вот что-то, ну, скажем так, мы еще застали. Чтобы просто позвонить и привет передать кому-то там из родственников в другой город, надо было идти на переговорный пункт, сидеть у кабины, ждать, потом сказать за большие деньги, привет-привет, как ты там, да-да-да-да-да-да, быстро, чтобы сэкономить, и все. Да-да-да, я очень ждала, да, чтобы ты быстрее вышел, и он зашел в кабину, и там диспетчер говорил, все забывают. И поездки также, они были затруднены, ну, за границей это вообще для нас так вообще тогда недоступно было. Интернет нам явил мир ближе, но с другой стороны, вот если владельцы этих платформ, которые порционно выдают возможность кому-то как-то общаться, порционно управлять начинают сознанием людей, они владеют платформами, они слились банкирами, и они вот эти вот могучие капиталисты, так сказать, владеющие финансами, они начинают управлять нашим сознанием, потому что мы, когда пытаемся войти друг с другом в контакт, то не так легко в контакт войти, вроде все тебе открыто, ты пишешь кому-то письмо тоже в интернете, конечно, тебе не надо, как из Москвы до Петербурга ехать туда полтора месяца. Но с другой стороны, как найти адрес, как найти телефон, как позвонить по интернету, тоже большие трудности. Вот мы коснулись важной темы, вот как раз ее давайте я разомню. Значит, первое, что мы понимаем, ну, первое, как бы подытожим то, что до этого говорилось, мы понимаем, что интернет и вообще современный уровень развития и коммуникации, это же не только интернет, это и то, что я с Алиэкспресс могу заказать железку, за которой раньше надо было завод создавать, чтобы он тебе эту железку сделал. Сейчас ты можешь ее заказать, любой школьник может заказать целый набор. Так вот, с помощью которого можно сделать тот же самый космический корабль, без всяких шуток причем. Так вот, к чему мы подошли? Мир был разрознен, эти клетки, если человека сравнить с клеткой организма, они, как те амебы, плавали самостоятельно, небольшие сгустки там, да, и вдруг это все сжалось в пространстве и во времени так, что связь между элементами – это минуты. Вот сейчас любая новость, любая информация, минуты, мы на связи, минуты. Но и ведь накопление, которые вековые, книги, все, оно тоже сжалось, оно тут и сейчас, да? То есть мы, наконец, создали невероятную концентрацию цивилизационного потенциала. Я извиняюсь, буквально отвечу, я сейчас занят, через полчаса звоните. Цивилизационного потенциала. И вот это новое качество, оно связано не с тем, что там кто-то сидит и рулит, да? Мы не говорим о том, что саму основу ее всегда физически кто-то создает. Ну, есть конкретный всегда изобретатель, условно говоря, который транзистор там изобрел, да? Я к тому, что мы всегда найдем какие-то точки, откуда разворачивалось то или иное качество. Но то, что цивилизация получила новый вот этот потенциал, это безусловно. Причем колоссальный и именно системный, не иерархический. Это именно сетевой потенциал, да? И перейдем дальше. Конечно, когда возникает новое какое-то качество, сразу не спохвастились, но со временем спохватились. Это прямо на наших все глаза, потому что это с такой скоростью развивается, что даже чтобы спохватились власть имущие, банкиры, спецслужбы, им, чтобы только спохватились, у них ушло вот это все время, они только сейчас. На моих глазах это пять лет последних шесть, как спохватились. И пытаются манипулировать. И действительно, простор для манипуляций колоссален, с одной стороны. Но с другой стороны, еще до того, как они спохватились и начали манипулировать, возник блокчейн, возникли P2P-сети, возник вот торрент сейчас, да? Вот есть, давайте такой простой пример, очень простой, но наглядный. Спохватились, что ценности всякие, знания надо держать в кулаке. Потому что то, кто этим владеет, да, тот, вот даже эти фильмы, да, это что на крючочке такая морковка, за которой можно народ, значит, куда-то направлять действовать. Это значит, надо, чтобы это все контролировалось. Да, там авторские права, навыдумывали уже таких драконовых мер, да? Но вы же знаете, есть торрент, и я могу скачать все, что захочу. С этим борются, ну как это можно победить? Вот попытались ведь победить, а не победили. Пожалуйста. Прозрачные, в конечном счете, все будет прозрачное, потому что именно интернет создает новое качество коммуникации. Тогда человек не сможет спрятать никакой мысли, не будет никаких авторских прав, не будет ничего, все будет прозрачное, и тогда общество начнет развиваться стремительно, потому что такого раньше никогда не было, таких условий коммуникаций. Я правильно понимаю или нет? Звук, звук, звук. Так вот, мало того... Я правильно понимаю или нет? Я хочу понять, я вопрос задал, я так понимаю или нет? Вы правильно, все идеально даже понимаете. У вас канал очень мощный с моей точки зрения, потому что вы, я еще не сказал что-то, а вы уже как бы продолжаете дальше. Потому что вот на самом деле, если говорить, что мы сейчас практически делаем, ну вот сейчас запустили виртуальное конструкционное бюро. Суть его в чем? Ну то есть вот эту же синергию, с чего начинать? Что главное на самом деле? Что отличается цивилизацией? Мысль. Мысль. Всегда важна идея, идея, творчество, конечно. Колесо вы изобрели, ну взяли палку и так далее. Мы, это движущая сила. И тогда получается, что если мы сейчас создаем синергию вокруг творческого, творчества, вокруг мысли, ну то, что называется изобретениями там на сегодня, ноу-хау и так далее, то тогда идет колоссальный прорыв. Сейчас система построена так. Ну мы там, мы давайте опустим вот этот вопрос, как пытаются манипулировать, как сейчас. Я просто закончу там одну мысль, что встречно идут процессы. Криптовалюты, ну их люди не любят, потому что они не понимают, что это такое. Но важны же не криптовалюты, важна защита, что есть защита, которая позволяет информацию защитить. И то, что я вам напишу, никто не сможет ни взломать, ни влезть, ни прям манипулировать. Мало того, появился дракнет. Ну и существует интернет, и это целое сейчас. Оно развивается очень бурно, просто люди сюда не дошло. Да, телеграмм, он немножко защищен, вот телеграмм. Но по сравнению с некоторыми сервисами, которые уже существуют, P2P сервисы, их вообще нельзя ни сломать, ничего, потому что это компьютер с компьютером работает, туда и вклиниться никто не может, понимаете. И мой компьютер с вашим, вот сейчас будет эта связь, сейчас мы связываемся через некую фирму, которая может что хочет, сейчас политику какую-то вести, вот это показываем, это не показываем, вот этого отключаем, он там что-то нарушил, с их колокольни, да, против чего-то высказался там, или за. Так вот, а если мы сейчас включаем эти сервисы, их все больше, просто народ еще не прочувствовал, да, но я как занимающийся этой тематикой очень хорошо знаю. И поисковики уже такие есть. Ну, где все хранится, вот как в Торренте, да, в Торренте ведь эти фильмы хранятся не где-то, а у нас, у каждого, да, а представьте, что, но мы еще заходим на некий сайт, который нам дает маршрутизацию, вот эти ссылки, а представьте, что такой сайт у каждого, то есть у нас и информация вот распределенно хранится у всех, еще и у каждого ссылки на каждого, где она, что, и ты нажал, у тебя Торрент, у тебя стоит этот центральный сервер на твоем компьютере, и у соседа, и у всех. Ты нажал и скачиваешь с тех компьютеров напрямую. Это возможно уже сегодня, что ли? Так это сейчас и происходит. Не просто возможно. Мало того, они стали множиться, эти серверы, сервисы. Есть те, за которыми я наблюдаю уже 10 лет почти, и которые умудрились сделать поисковики такие. Это очень важно, это я, кстати, должен проговорить, чтобы люди кое-что поняли. Вот сейчас, когда, казалось бы, вот это произошло, все накопления человечества, все это появилось и легко, в легком доступе, но ведь так же легко взять и манипулировать эту информацию. Если я сейчас уберу ее, у меня хорошие профессионалы, хакеры, да, они возьмут на всех сайтах что-то сатур. И этого больше нет. Был перевод книги и нет. А где бумажная книга? Да уже никто и не знает, где бумажная, их он уже тоннами жгут, да, как макулатуру выкидывают. Считается, что раз она все оцифрована, а то, что оцифрована, это в отличие от бумажной книги, легко уничтожаемо, легко перевираемо и так далее. Я есть целый ряд книг, которые я читал в оригинале, и когда я сейчас нахожу, но они там темы такие, очень, может быть, острые, да, в этих книгах поднятые, и когда я их нахожу сейчас в интернете, у меня хохот гомерический, сидела целая бригада каких-то людей, которые там все, ну, кастрировали, и уничтожили ту самую информацию, ради которой эту книгу стоило читать. В чем, ну, ладно. А уже существуют сервисы, так называемые P2P поисковики. В чем их суть? А в том, что вот я эту книгу, если когда-то скачал, и она у меня есть, то она доступна всем. Она не стоит на каком-то сервисе, где ее могут. Мало того, как только вы еще один скачал, она на его, еще, еще, и получается, чтобы теперь ее препарировать, надо на каждый зайти, каждому, но чтобы зайти, надо сломать блокчейн. Ну, хэш, эту контрольную сумму. Это невозможно. То есть, мы тут же видим, он еще только пытается, злоумышленник, войти. Кстати, поэтому биткоина никто еще не украл, ни одного. Никто не смог взломать. Ломают биржи. Ну, биржи, это которые обменники. Вот обменник, меняют криптовалюту там на деньги, на какие-то, на обычные. Вот их ломают, их там обманывают. А сам блокчейн, это такая технология, как ты там взломаешь? Влезли в один компьютер, тут же ясно, что не бьет. Не бьет, значит, скачивается тут же, и заменяется на то, что бьет. Ну, то есть, тот, который неисправлен. И все. И чтобы, это технически уже не стоит, тем более, какую-то книжку там исправлять. Это стоит огромных тогда денег, я не знаю, ну, это не знаю, ну, или атомную бомбу бросать. То есть, тут выбора как бы нет. Или ты ничего не сделаешь. А самое любопытное, что эта система работает вообще без интернета. Сейчас я не буду распространяться. Для нее не нужен интернет, потому что, если мы в городе имеем достаточно компьютеров сейчас, или баз данных, то мы можем на базаре, вот как помните, в свои времена. Пришли на базар, обменялись чем-то, Вот пришли, базы данных перекинули, ну, зачем там на базар? Через модем, через телефон. И все, и у нас, причем мы же только обновление меняем. Вот здесь такой пример, может, кто-то не знает, на Кубе до сих пор нет интернета по-настоящему. Но там работает вот такая система. То есть, там есть очень мало мест, где есть интернет, за большие деньги. Но, тем не менее, фильмы и многое другое, фильмы, еще что-то, на Кубе распространяются быстрее, чем даже в других странах. во-первых, потому что... Фильмы-то хорошие, может быть, там чепуху распространяют. Про это мы сейчас будем говорить, вот как раз мы перейдем к той части, где мы остановились. Так вот, я хочу этим просто подчеркнуть, чтобы вот эту часть закончить разговора, что параллельно с тем, как возникают возможности манипулировать там информацией и так далее, возникают еще быстрее возможности защиты этой информации. Причем защиты такой, которую взломать практически нельзя. Они надеются, те, кто... Поняв это, кстати, те, кто пытаются манипулировать, они надеются на так называемый квантовый компьютер. Я не буду сейчас объяснять, что это такое, но я скажу, что надежды напрасны. Вот и все. Могу, если есть специалисты, ну я статьи опять же недавно написал, целую серию таких небольших, но популярных. Можете, могу ссылки дать, кому желательно. Вы поймете, почему, что такое квантовый компьютер, почему он работает эффективно и в чем, и почему он не решит проблемы с блокчейном, потому что пока мы апеллируем только к блокчейнам, только к интернетам, то да, в принципе, но ведь там есть и вторая половина, это мы. А у нас, я сообщаю вам, суперквантовый компьютер, по сравнению с которым все компьютеры, которые еще только создадут, когда-нибудь, они ноль. Но мы работаем на других программах, на других языках. Там, где мы работаем, на тех языках, что мозг человеческий. Да, да, человек, человеческий мозг. И там, где мы работаем на наших естественных языках, мы сейчас опережаемся компьютерам. И причем те, которые... Я даже знаю, отличается человеческий мозг от любого искусственного интеллекта, который когда его вообще будет создан. Ну, я могу сказать, потом, если вы создали искусственный интеллект, я тоже могу сказать. Потом скажу. Тут важно же, что. Вот мы как бы и подошли, может быть, вот к центру, к эпицентру, что, к чему речь, что детализация, она может быть, ну, занять много времени, и кому будет интересно, это можно потом говорить. Здесь же важны выводы сейчас, которые, пусть они звучат немножко голословно, но надо, я говорю, можно отдельно сделать чаты, там, и так далее. Так вот, то, что человеческий мозг, это более эффективная система, чем отдельно, чем любой компьютер, это не только потому, что у нас в голове это все вшито, потому что наш мозг, это только клетка некого биосферного образования. База данных бесконечна, а у компьютера база данных ограничена тем, что мы туда заложим. И не только это. Самое главное, сами принципы работы. Вот эти принципы работы, на которых работает человек, так называемые, аналоговые, юристические, причем... А, да, 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 да. Количество качественных переходов, вот эти вот бифуркации, вот это вот... С элементом самоорганизации. Самоорганизации. И как раз таки переход через ноль, через нулевое состояние, которое лежит во всех и религиях, там и самадхи называется, и дзен называется, и там нирвана называется. А у нас по методу кручь можно делать это очень быстро, переходить из напряженных, суетных мыслей, к творческих, созидательным мыслям, в русле, в русле законов природы, в русле бесконечности. Это такой корректор, это просто то, что обычно сейчас называют ноосферой, но просто так... Да, да, именно ноосфера, и это элемент, мы элемент ноосферы, и работает целая ноосфера. Некоторые понимают механически, думаю, что на самом деле есть... Это мая асфера, наше сознание... А мы есть асфера, конечно, да. А просто некоторые люди думают, что есть отдельная асфера, и человек туда подключается, это... Асфера, алексей, агдолу, да. Это такое примитивное немножко мышление. Ну, для того, чтобы... Бывает, бывает, да. для того, чтобы, друзья, вот показать, как это происходит, связь между биообъектами дистанционная, и как, на каких физических принципах, я могу отдельно тоже разговор устроить, показать, дать ссылки на опыты, свои опыты, если что, можно даже предложить. Теперь, у нас есть, я приборы создал, которые позволяют эту связь налаживать, и вот сейчас целый клуб вокруг этих приборов ну, интересно, интересно, произвели партию, называется, назывался раньше астральный компас, ну, теперь просто компас, называем. Значит, теперь к чему я веду, что вот даже без мистики, если подходить, есть такие люди, у которых, скажем, цифры в виде цветов, да, ну, в виде цветовой гаммы выражается. Так вот, эти люди в соревновании с вычислительными машинами, то есть, это естественный язык, цвета, цвет, звук, да, музыка, например, так вот, соревнований с вычислительными машинами не их опережают. Даже в обычных операциях, точных, когда надо корень там извлечь, квадратный, да, из числа, ответ, у него времени больше уходит у человека, на то, чтобы этот, он его видит сразу, ответ. Вот так работает мозг, он работает мгновенно, а, пусть это машина, даже суперкомпьютер, там, Марк какой-то, он не может догнать этого чудо-счетчика, он считает, а представьте музыку, слушай, ну, кто что-то разбирается в информатике, он понимает, сколько там, мы слушаем оркестр, мы говорим, вот, что-то вот это чуть-чуть фальшивен, если я вам сейчас представлю всю фазово-частотную характеристику и вот этот объем информации с огромной точностью, там, центы, как нормальный, кто умеет нормально слушать, он говорит, вот, чуть-чуть, что он там чуть-чуть, если мы сейчас частоты посчитаем, там, какие-то тысячные доли процента, и мы все это одновременно слышим или слышим в реальном масштабе времени, мы, у нас нет секунды, он сыграл, а ты через секунду понял, нет, ты слушаешь и обрабатываешь прямо в реальном масштабе времени, и весь вопрос только, что вот есть тот язык, язык и принцип предоставления информации, где мозг силен, где человек способен работать, это его язык, и искусственные языки, которые, естественно, они развивались вот таким путем, так называемого последовательного кодирования, раз, два, три папочка, потом не еще папочка, потом еще, ну, так получилось, что по-другому мы эволюционировать вначале не могли, хотя пути были другие, а есть параллельное кодирование, когда ты видишь лицо человека и узнаешь, ты же не потому узнаешь, как компьютер, что ты там измерил и посчитал, сколько сантиметров, ты наоборот, если человек попытаться заставить этот портрет нарисовать с этими сантиметрами, еще он и не сможет, но как целостность, принцип синергии, мы воспринимаем целостности, и работаем с целостностями, а компьютер и с частностями работает, и пытается из частности строить целостности, опять же, под управлением нашей программы. Так вот, мы в какой точке перешли на эту тему? Мы перешли в точке, когда я сказал, что пока мы говорим только о компьютерах, компьютер это такой интеллектуальный рычаг, мощный, да, находители информации и так далее, но когда мы говорим только об этом рычаге, это как бы пол дела, и там мы можем рассуждать, что компьютеры сильнее, ну, чем, они создают большую силу там в чем-то, но когда мы говорим еще и о людях, и о их возможностях, то тогда получается... Только могут делать открытия могут только люди, делать шедевры могут только люди. Ну, мало того, те, которые сейчас говорят, ну, компьютер же рисуют, там, играют, они забывают... Они повторяют, повторяют. Да, да, они забывают одно, что компьютер рисует только потому, что берется 100 тысяч рисунков, естественно, интеллекта. Хорошие корзины, да? Я как раз вчера день студентов был, я поздравлял со студентами, с Татьяной днем. Вот он ревнивец, вот ревнивец такой, человек, компьютер ревновать не может. Это девочка, девушка, этот парень с цветочками, да, ну, вот эти вот отношения, эмоциональные, чувственные, согласование, синергетика, ума, сердца и тела, все вместе, а еще плюс все человечество, которое сейчас при обнажении всей информации, когда информация становится открытой, в результате, в идеале, конечно, человек содвижится к этому, чтобы оно соединилось и трансформировалось в такой созидательный инструмент решения таких проблем, до которых вчера даже и додуматься было невозможно. А это есть такие задачи, ядерные отходы, там, мусор, атмосфера, экология. Есть такие большие проблемы, чтобы человечество, чтобы разум сохранился на планете, чтобы любовь сохранилась, сопереживание, сотрудничество, созидание, чтобы сохранилось, и чтобы мы не стали, как бы, исполнителями, расчеловеченными. Для этого вот эти крупнейшие задачи, которые есть у человечества, можно решить только общим способом, когда все люди объединятся. Потому что это не для решения каких-то компьютеров или для решения каких-то отдельных организаций. То есть это такого уровня задачи, планетарного уровня, когда только объединением всего человечества можно эти задачи решать. Вот у нас, например, школа человек будущего, Homo Futurus, я не устаю об этом повторять, а она как раз таки призвана, чтобы сохранить разум на планете и напоминать людям общечеловеческие ценности. Это любовь, сопереживания, со стороны. И вот я приведу маленький пример. Я вдруг сам осознал это и сделал изобретение. Я, сделав это изобретение, ну, можно сказать, гуманитарное, интеллектуальное, хочу потом поделиться через несколько роликов, рассказать, как я это сделал, не вкладывая ни одной копейки, не делая каких-либо таких сложных технических действий. Взял за 4 дня и включил поток подписчиков на свой YouTube канал. и у меня 60, там, 70 тысяч подписчиков сразу стало 110, что там, вот, вы понимаете, за 4 дня. Я это сделал благодаря, вот, как говорится, не тем путем пошел, как обычно, там, маркетинг делает, там, деньги вкладывают, рекламу и вкладывают. Я как раз хотел показать людям, что есть такой пример, что у нас такие большие потенциальные возможности. Нам надо только, как вы начали сначала, поверить в себя. Вот если религия дала человеку веру в Бога, то наука саморегуляции дает человеку веру в собственные функциональные возможности, потому что у человека колоссальный резерв. И, когда вы сказали объединиться, то мы можем даже уточнить, на самом деле мы и так объединены, но объединены на уровне коллективного бессознательного. И это все знают. Но нам пора выходить на коллективное, сознательное, потому что вся проблема человечества именно в этом. Отлично. Над этим идем... Я тебя уже люблю по-человечески. Да, молодец, молодец. Вы только познакомились, и спасибо большое нашему другу, который вот нас познакомил. Александр Розунжак. Да. Мы всем делали ролик, ему большой привет. Значит, я так рад, и я так ему благодарен, что он нас познакомил. Я нашел теперь в вашем лице друга. И мы, наверное, обязательно сделаем пару роликов на эти темы. Ну, давайте мы сделаем так. Пускай нам напишут там в комментариях, какие вопросы заинтересовали. А вдруг получается такое, что это многих заинтересует, а вдруг получается такое, что никому до этого дела нет. Ну, мы приступим... Ну, я-то уверен, что наша-то школа сразу заинтересуется. Я вообще говорю, а... Вот смотрите, что происходит. Ну, получилось так, мы коснулись, мы не можем детали сейчас, это будут отдельные разговоры. Мы просто коснулись, чтобы было ясно, что да, исторически подошли проблемы, ну, почти, когда они смотрят, ой, неразрешимы. Но одновременно исторически подошли решения. Как технические, вот когда мы начали пройти все блокчейны, системы связи, там, что угодно говорить, компьютеры, так и, самое главное, человеческие, понимание, готовность людей. Вот когда мне говорят, люди стали намного хуже, я говорю, ребят, еще недавно люди наслаждались тем, что приходили на площадь и смотрели, как там режут на куски людей. А сейчас весь интернет встает на уши, кисоньку кто-то там замучил. Вы, говорю, понимаете, насколько мы социализировались, насколько мы стали выше. Но все идет с издержками, потому что раз идет быстрый перемен. Конечно, конечно, это диалектика. Рушатся фундаменты, да, традиции. А что новое? И тут начинается хаос. У нас хаос, как в мировоззрениях, там, от плоскоземельщиков, да не знаю там кого, да, что угодно. Мистика. Ну, в общем, грубо говоря, это цена. Раз оно закипает перед фазовым переходом, перед рождением нового. Начинается. Очень как раз таки в этой точке бифуркации, в этой точке неопределенности, когда меняется качество жизни за счет коммуникации, когда мир переходит в новую реальность, где у нас есть возможности, вот о которых вы говорите, как раз в этой точке бифуркации кто-то начинает этим пользоваться, начинает там вот и пандемии всякие создавать. Важно задать вектор, вот цивилизационный. Вектор наука человечности. Да, потому что иначе, чисто по инерции, мы знаем, куда это придет. Ну, тост, про который я говорил, обезьян не отстая, а вы не забывайте, там все деньги у кого, вся власть у кого, да, значит, и сидят там люди, ну, кто их там не знает, а я знаю этих людей, встречался. Там сидят люди, которые, даже умные там, которые они говорят, да я что могу сделать? Это как все, так и я, да, да, я понимаю, что это идиотизм, ну, что я могу. Я идею понял, я ее приветствую всемирно, я идею понял, мы делаем пару роликов, мы начинаем заводить этот механизм, ну, вы там этим давно занимаетесь, но я-то вас впервые вижу, мы начинаем вместе заводить, вот это будет энергетика, и вокруг этой идеи начнет сейчас очень много людей закипать, включаться, потому что главное, как вы сказали, задать вот этот вот вектор, ну, тренд, можно сказать. обвечить его нужной энергией, и мы. Да, 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 энергия есть, у нас есть метод ключ, и еще кое-что есть, у нас еще элементы ключ-2, потому что я ключ-2 в целом, никогда, никогда, никому не давал, а сейчас мы оттуда будем давать кусочки, это будет потрясающе, как раз время подходит, когда уже пора улучшать жизнь, надоело смотреть, как вот этот развал происходит, да, и вот это вот, вся эта пандемия, которая в головах у людей, и так далее, в общем, давайте, давайте, поставим заслон, этому невежеству, этому варварству, поставим заслон, как всегда, знание – это сила, да, человеческие качества, любовь – это сила, ни за какие деньги ее не купишь, и поэтому мы победим, я знаю, а что, собственно говоря, победим, мы развиваемся дальше. Уже победили, вот только материализовать осталось. Да, 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 развиваемся дальше, идет эволюционное развитие человека, и через это он как раз создал себе такого конкурента, как искусственный интеллект, и когда он уже думает, как не лишиться своих рабочих мест, потому что искусственный интеллект будет там… Конкурента он себе в виде машины не создал, это просто люди, те же обезьяны на вершине, они вот такую любимую получили. Человек в процессе эволюции создал себе искусственный интеллект как возможный конкурент, чтобы, наконец, задуматься, о чем же я от него отличаюсь, и чтобы не только сознание развивать, но и самосознание. Это элемент, следующий элемент, который стимулирует это саморазвитие человека в эволюционном процессе, чтобы человек на самом деле открыл свои ресурсные возможности, у него великолепный потенциал, потому что у генетики лежит весь механизм эволюционного развития. Вот это удивительная штука. Откроем себя, откроем наше будущее, возьмемся за руки, друзья, и создадим наше светлое будущее. Вот мы как раз сейчас, прямо сейчас, вот с декабря прошлого года, мы запустили виртуальное конструкторское бюро. Это что такое? Это сетевая структура, где вот эти самые инновации, которым поставлен колоссальный заслон реальный, вот то, что полезно людям, они доступа к этому не имеют. А любой изобретатель, вот я, например, чтобы это донести до людей, я должен пройти кучу ступеней, каждая из которых в руках, тех, кто сидит на этих пальмах, да, вверху. Так вот, ну, деньги, а сперва, эксперты, а кто эксперты? Вот эти люди, которые жрецы, которые... Вот интересно у нас получилось, я извиняюсь, интересно у нас получилось, что мы взяли в этой иерархии тех, которые мы полагали, что наверху сидят умные люди, а оказалось, что наверху сидят не очень умные люди. Ну, они, может, и умные, но по-своему. Ведь кто наверх залезет? Это человек с определенными качествами. Правильно, который... Умение... Умение моральным быть. Понимаете, так вот он молодец, и даже рукопяки одинаково подвигали, да, 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 да. Может быть, одинаковые... Расталкивает, который знает подковерные игры, который циничен, потому что невозможно быть управленцем, не будучи циничным. Там свои закономерности. Ну, я потом об этом скажу. У меня есть книжка такая, которую мы выпустили недавно, называется «Национальная идея России. Генератор будущего». Там Федор Макаров, наш главный редактор. Мы с ним ее писали 10 лет. 10 лет и, наконец, выпустили. Почему Россия, например, находясь между Западом и Востоком, все время переписывает свою историю заново, и почему всякие попытки демократизации в конечном счете приводят к централизации, и почему, и как создать образ будущего, и на самом деле для решения таких глобальных задач нужно объединение всего человечества, и как сделать так, чтобы Россия сошла с нефтяной иглы, и чтобы Запад и Восток ее поддерживали, финансировали, чтобы было меньше кризисов и войн. Ну, короче, интересные вещи. Мы сейчас, я так понял, мыслим в одном русле. Мы хотим, чтобы был мир на планете, мы хотим, чтобы меньше было в войне, кризисов. Будущее сотворить надо. Иначе мы его решили. Мы хотим, чтобы люди меньше зависели от лекарств. Мы хотим, чтобы люди меньше в тюрьмах сидели. Мы хотим, чтобы люди расцветали, чтобы они открывали свои таланты. В общем, мы хотим. И спасим. Да. И под одним отсеком подводной лодки вот этой земли народом каким-то спастись нельзя. Вот это все сделают земляне. Но те, кто дорос до вот этого понимания, что нужно решать глобальные проблемы, и те, кто имеет инструмент, а инструмент творчества, кто, опять же, хорошо понимает, что через созидательное усилие, которое идет через вдохновение, вы мастер веры, вы специалист вдохновения. Не такого, ай-яй-яй, там подпрыгивать, а того, которое действенно. Раз человек вдохновился, получил как бы вот этот ключ, и раз, и у него совершилось. Вот это один из мощнейших тоже инструментов. Я называю его на самом деле, значит, вот той творящей верой, умением, но и к этому сейчас мы можем добавить и разум, помните, в самом начале, и творчество. И, наконец, у нас есть, но ведь это все тоже висит в пространстве, пока нет фундамента. Все говорят, деньги, деньги. Да не это фундамент. Фундамент это эти самые технические, назовем их, возможности. Потому что деньги уже в наше время, ну, кто там на тех уровнях работает, информатики, систем самоорганизации и так далее, он понимает, что деньги это производная. Это инструмент, но это производная. Недаром мы сейчас видим, когда какой-нибудь чудак, правильно соединен в две ниточки, получает там миллионы за какой-нибудь NFT-токен, да, там с обезьянкой фотографии. То есть, грубо говоря, грубо говоря, денег напечатали манблан, и решаются не деньги, а умение управлять событиями. Умение управлять событиями – это коллективные усилия, это мысль, это творческая энергия. Значит, а она за собой все остальное ведет. И вот эти коллективные усилия, вокруг чего? Мы, опять же, подчеркиваю, вокруг созидательных, в первую очередь, конечно, и самое главное – творческих, изобретательских вещей. Мы не решим никакими техническими этими микрошагами, да, муравьиными. Мы не решим чего. Только крылья, только то, что способно сотворить то, чего нет. Творчество – это когда привносится то, чего нет. Из того, что есть, мы уже видим, что можно слепить. Но мы вот готовы привнести, я думаю, то, чего нет, и привносим. Я хочу показать картину. Хочу показать картину. Она очень хорошая у меня. Я люблю показывать свои картины, потому что я одновременно художник, художник, ученый, философ, психолог, врач. Там готовил олимпийских чемпионов и так далее. И поэтому мне догоряют. То есть я внушаю людям веру не потому, что только я их индуцирую. Это называется Берегиня. Берегиня. с какой любовью мать смотрит на своего ребенка. Я считаю, что природа, мать, природа, она Берегиня. Если мы ей не поможем... Но эта картина очень удалась вам очень. Прямо энергия с нее чувствуется. Спасибо большое. Я вам много потом покажу интересных картин. Я одновременно показал, потому что мне там в комментах просили показывайте свои картины. Я поэтому показываю. Я почему могу заряжать верой? Как вы говорите, что вы заряжаете верой? Ну, потому что за мной стоит опыт выведения людей из шоковых состояния, выведения там после терактов, подготовка военных, спецназов, восстановление людей после сильных потрясений. Ну, просто я 25 лет был директором Центра защиты от стресса на Таганке в Москве. И меня помнят из Казахстана приезжали, из Узбекистана приезжали, из других стран приезжали. Вообще у меня очень много друзей, а поскольку я позитивный, и поскольку, как и вы, изобретатель, поэтому мы с вами сейчас задружимся и будем работать дальше. А когда соединяются люди с одинаковыми желаниями, создается та синергетика, та синергетика, которую вы говорили, и у нас сейчас пойдет взрывной эффект положительных действий. Да, я думаю, что эпоху возрождения сотворила ситуация, когда просто объединилось несколько человек. В нужном месте в нужное время. В одинаково мыслим, мы одинаково говорим. Вот, вот, как бывает интересно. я знал, что у нас на планете есть люди, которые мыслят одинаково, надо было только им собраться. И вот, наконец, начали мы собираться, вот, я вижу в жизни очень счастлив, что мы говорим, как бы, даже не зная друг о друге, мы говорим одно и то же почти, вот, это удивительно. Спасибо вам огромное, я очень вам благодарен, но я вынужден, вынужден нашу беседу попросить, чтобы мы сейчас закончили, для того, чтобы выдать это в эфир, и чтобы побыстрее люди написали свои комменты. Я думаю, в следующую встречу мы уже как бы чуть, как раз по этим комментам, чуть-чуть конкретизируем. Просто начало, чтобы мы просто пообщались. На самом деле, сегодня мы знакомились друг с другом. первое знакомство, еще раз спасибо нашему другу Завочному, который нас познакомил, мы с ним делали прошлую встречу, Александр, фамилию его назовите громко, Жак Александр. Да, Жак Александр. Очень хороший человек. Очень хороший человек. единомышленник, ну, мы в команде вместе работаем. У нас команда человек, наверное, уже очень тоже понравился, мы с ним сделали ролик, привет ему, привет. Друзья, пожалуйста, мы сейчас это выложим у нас на ютубе, да, и пожалуйста, пишите комменты, очень интересно, очень интересно, да, как вас заинтересовал этот материал наш, не теряйте возможности с другом, потому что у людей мало времени, но при этом у нас получилось от души поговорить, чтобы вы посмотрели и определились, нужно вам это или не нужно, а я считаю, что нужно, поэтому держитесь за руки, друзья, давайте будем обнимать друг дружить и вместе создавать то, чего еще раньше никогда не было. Мы готовы, по крайней мере, к этому, и понимаем друг друга, это уже первый шаг, ну и не просто понимаем, я думаю, у нас резонанс гораздо глубже, да, вы правильно заметили. Спасибо большое, пришли, пожалуйста, свои данные, чтобы мы прикрепили там под роликом, чтобы кто желает, может к вам обращаться, пожалуйста, пришлите мне, и мы смонтируем сейчас и поставим у нас витубе. Хорошо, я две-три ссылки дам, чтобы все желающие могли вот это все хотя бы о чем речь. обнимаюсь, здоровья. Я рад был познакомиться за столько лет, столько лет, просто как бы, что мы его заочно встретились, для меня вы учитель в одном из смыслов, потому что я еще поцелов в одном из смысла, вообще будет во всех смыслах, потому что талантливые люди, я вам скажу, это такие люди, которые богаты душой, и я хочу сказать, что все люди такие, только вот к сожалению, кто-то поверил, а другой вот почему-то не поверил, наверное, может быть, его не так воспитывали, или там проблемы какие-то были, но мы все люди прекрасные, и когда мы это все поймем, у нас откроется фонтан возможностей, вот вы видите, до встречи, до встречи, приятно было познакомиться, думаю, не последний, до встречи, до встречи, до catch